Зима 2015 года. Татьяна с мужем шли домой. И услышали плач, такой жалобный, трогающий за сердце. Это точно плакал щенок. Сразу забыв о своих делах, супруги бросились искать его. Ведь он плакал так отчаянно. Они обыскали все вокруг, но собачку не нашли. Таня вновь стала оглядываться вокруг. Взгляд ее упал на мусорный бак, который стоял в центре двора их дома. И тут у девушки мелькнула ужасная догадка. Таня и ее муж подошли к контейнеру и стали прислушиваться. Плач шел точно из середины мусорника. Молодые люди начали рыться в отходах, отбрасывали грязные, набитые отходами пакеты и тряпки, такие мокрые и неприятные. Прохожие с удивлением поглядывали на этих прилично одетых парня и девушку, которые копались в баке. Однако Тане было все равно, как она смотрится со стороны. Важнее, спасти щенка. Спустя несколько минут они нашли то, что искали. Достали из мусорного контейнера простой, прозрачный пакет. А в нем, не один, а два ели живых щеночка. Татьяна отказывалась верить в это, не хотела понимать, как кто-то мог столь жестоко поступить с новорожденными животными. Татьяна стала просить мужа взять малышей домой, иначе они умрут на сильном морозе. Правда, и сама уже подумала, что такие крошки все равно не выживут. Но она хотела дать им немного погреться хоть напоследок. Супруги принесли в квартиру крошечных, почти что окоченевших щенят. Таня закутала одного в шерстяную шаль и близко от обогревателя его положила. Второго малыша, девочку, увидев, что та еще дышит, принялась осторожно растирать шарфом. Девушка уже ни на что не надеялась. Просто хотела согреть щенков. И плакала от бессилия и сознания жестокости некоторых людей. Между тем, щеночек, которого она растирала, стал шевелиться. Согрелся. Девушка нежно прижимала его к себе, слушала, как бьется сердце малыша. И тут увидела, что шаль, которая лежала около радиатора, тоже чуть шевельнулась и потом поползла. Значит, обе собачки живые. Татьяна решила, что будет за жизнь этих щенков бороться, делать все для их спасения. Так в декабре 2015 года она взяла на себя заботу о двух щенках, пока еще слепых. И таких маленьких, что и пуповина у них еще не отпала. Первые месяцы оказались для супругов очень непростыми. Оба строго по часам кормили подопечных, животики им массировали. Всеми способами показывали, как они любят их. И у супругов все получилось. Через некоторое время по комнатам бегали два милых пупса, уже немного подросших. Потом мальчика Татьяна отдала хорошим людям, а выстраданную ею девочку оставила себе. Дала ей кличку Буйсана. Субтитры создавал DimaTorzok